Всем привет! В студии Дмитрий Новак и Владимир Медведев. Всем привет! Это наш первый выпуск подкаста после длительного перерыва, который был связан с поездками моими и Володинами. И, собственно говоря, сегодня мы попробуем подвести некие итоги этих поездок, рассказать о том, чего удалось добиться, что не получилось. Будет такой сводный подкаст по итогам наших отпусков, наших фотопутешествий. Да, будет довольно легкий и непринужденный. Надеюсь, это именно то, что надо этим летними деньками. Давай, Володь, начнем с меня. Я думаю, что у меня рассказ будет... Да, конечно, в нашу порядку твоя первая поездка была. Она была первой, и я думаю, что мой рассказ будет не такой длинный, как у тебя. А твой блок информации основной мы поставим в качестве второго по очереди. Ездил я, напомню нашим читателям, в Прагу на две недели. Трудно было даже на момент вылета сказать, что это будет за поездка. Просто отпуск или фотопутешествие. Я для себя это считал отпуском с опцией фотосъемки. Потому что никаких четко поставленных задач, ориентиров именно в плане фотосъемки, серьезных каких-то, не было. Не было никакой цели набрать материал на фотоальбом, еще на что-то. Хотя, в принципе, по итогам последней поездки и по итогам поездки той давней 2006 года, может быть, наберется материал на... не знаю на что. Но если не на фотоальбом, то, может быть, если все получится, если там кто-то заинтересуется, то на свою долю, так сказать, в книге «Мир глазами блогеров» следующий. Не знаю, насколько там лояльно или не лояльно подходят организаторы к этому. Но, тем не менее, будем пробовать. Много интересных фотографий, есть что рассказать. В принципе... Там особенно важен текст, как я понимаю. Да, естественно. И я думаю, что для меня это проблемой не будет, потому что какие-то определенные записи я делал в ходе поездки. Именно текстом как раз много есть что рассказать. Так что я думаю, что в ближайшее время буду контактировать с организаторами и интересоваться, как, что там, какие вообще есть перспективы для моих материалов. Потому что материала достаточно много. Не сказал бы, что он прям какой-то суперэксклюзивный. Но я думаю, что у меня получится сделать какой-то интересный блок информации, который займет свое место в будущей книге. Но посмотрим. Это все слишком далеко идущие планы. Тем не менее, постараюсь рассказать сейчас хотя бы кратко о самой поездке. К сожалению, в день перед вылетом немного приболел, заболело у меня горло. И, соответственно, первые 2-3 дня были вообще напрочь испорчены. Никаких ни сил было, ни желания чем-то заниматься. Но получилось походить по городу, посмотреть что-то, что встречалось на пути. Как-то особо было не до фотосъемки, да серьезной. То есть штатив я с собой не брал и камеру брал по минимуму с полтинником, с 35-кой. Даже ширик-самьянка с собой я не тащил. Хотя он очень легкий. Да, он легкий, но вот как-то я постарался облегчить себе вес, потому что что-то в процессе выздоровления было тяжеловато ходить совсем с этим. И, конечно, начало отпуска было немножко этим подпорчено. Кое-какие кадры получилось сделать и в первый день, и во второй. Тут еще нужно сказать, что я-то в Праге был второй раз. И какие-то вещи уже видел и не обострял на них внимание. А моя спутница была в этом городе замечательным первый раз. Соответственно, я не мог себе позволить ей отказать в том, чтобы побольше побыть в этом городе, побольше погулять там. Поэтому кое-какие планы по поездкам из Праги в какие-то другие места пришлось немножко изменить. И из-за того, что часть времени отпускного у меня отняла болезнь, и вот из-за того, что спутница моей очень хотелось побольше погулять именно по Праге. Потому что город очень интересный. И для нее, как для человека, который вообще, в принципе, по заграницам мало ездит, было это вдвойне интересно. Да и мне было интересно посмотреть, что и как изменилось за последние 6 лет, которые я не был в Праге, потому что последний раз я там был в 2006 году. Ну, если кратко, то скажу, что город практически за это время не изменился. Вот как ни странно. Потому что, когда живешь в Москве, то отъезжая там буквально на месяц куда-то и возвращаясь обратно, уже буквально через этот месяц видишь какие-то новые постройки, какие-то непоскребы, какие-то изменения там на соседней улице, еще что-то, да? Да, это очень приятно, когда все по-прежнему остается. Это прям невероятно приятно. Да, вот есть такой неприятный момент как раз в Москве и в других мегаполисах, которые активно развиваются, где нет такого как бы защищенного от воздействий современных исторического центра. Да, ну вот у нас он есть, но это совсем маленький Кремль и больше ничего. А вокруг сразу начинает строиться что-то, и там за месяц может какое-то давно знакомое место измениться полностью. И чаще всего не в лучшую сторону. Да, потому что у нас как-то мало внимания уделяется гармоничному развитию города именно в плане архитектуры, строительства и так далее. Да и вообще удобства. Да и удобства, да. В Праге таких проблем нет, потому что любое строительство там, оно непосредственно вписывается в городскую архитектуру. Но надо сказать, что исторический центр там достаточно большой, и вот эта вот как бы закапсулированная область, защищенная от воздействия времени, она довольно большая, это намного больше, чем исторический центр Москвы, который не подвергается изменению. Вот, поэтому, приехав в Прагу через 6 лет, я практически не увидел ничего, изменившегося в худшую сторону, да и вообще практически ничего нового не увидел. Мы на достаточно большом расстоянии от центра. Я не вспомню сейчас, какая это была Прага, Прага-4 или Прага-5. Там у них идут как бы радиусы от центра, которые называются зонами такими. Прага-1, Прага-2, Прага-3 и так далее. Но сам по себе город небольшой, то есть весь его можно проехать на метро от конечной остановки до конечной, ну буквально за 20 минут. Поэтому за 2 недели можно исходить почти весь город, что, собственно, мы и сделали. Хотя остались кое-какие места, в которых мы не побывали. Но вот, тем не менее, по сравнению с 2006 годом, я тогда приезжал всего на 6 дней в Прагу и почти ничего не успел посмотреть, хотя успел многое фотографировать. А в этот раз мы были 2 недели, и из них выезжали из Праги, наверное, всего раза 4. А все остальное время мы провели в этом городе. Побывали там, где я не был в прошлый раз. Получилось у меня попасть в пражский зоопарк. Вот, кстати сказать, изначально не особо я хотел туда попасть, потому что, в принципе, не люблю я зоопарки как явление. Потому что животные содержатся в неволе. В принципе, это как-то изначально для меня психологически неприятно. Да и для Саши тоже было это немножко неприятно. Особенно после, по-моему, года 2 назад мы были в московском зоопарке ходили. И после этого как-то не хотелось вообще. Да, потому что московский зоопарк вообще мало чего хочет. Да, потому что когда... Вот у меня до сих пор перед глазами стоит вот этот вот загончик бетонный 2 на 1,5 метра, где бегает несчастная лисичка, не зная, куда себя приткнуть. И ты на это смотришь и понимаешь, что, в общем-то, всем пофигу. Сдохнет она, не сдохнет через неделю, потому что следующую там привезут с какого-нибудь охотничьего хозяйства подмосковного. Конечно, зоопарк в Праге – это то, что я лично могу рекомендовать для посещения абсолютно всем, кто едет в этот город. И, может быть, даже есть смысл сместить приоритеты, не попасть в какой-нибудь музей, не покататься на корабликах по Волтаве, а сходить именно в пражский зоопарк. Это мероприятие, наверное, даже и не на один день, если хочется посмотреть все, потому что территория зоопарка огромная. Это целый ландшафтный заповедник, наверное, потому что весь зоопарк там размером примерно, наверное, как наш Лосиный остров. Там созданы ландшафты разных климатических зон, и вот когда мы туда попали, мы поняли, что, в общем-то, животным там всем хорошо. То есть живут они там замечательно, прекрасно. Никаких проблем нет, причем организовано все очень и очень хорошо. Тропический лес сделан так, что человек находится не снаружи вольера, а внутри него, и у тебя буквально над головой летают тропические птицы, садятся на ветки, могут даже накакать на голову. Но, тем не менее, никаких проблем, в общем-то, с этим нет. То есть как-то люди это организовали, сделали, все это работает, никаких эксцессов, и всем хорошо. Не знаю, как уж они это сделали, потому что у нас это все закрыто, и вольеры, и клетки. У нас просто это в центре Москвы, и это накладывает сильные ограничения и с санитарной точки зрения, и с точки зрения количества мест. Изначально было принято неправильное решение сделать зоопарк в центре города, и, собственно, теперь Алуковица. Да, в Европе очень классные зоопарки прям. Изначально было неправильное решение делать зоопарк таким маленьким. Ну да. Потому что площадь – это основной вообще фактор. Там был выбор между центром города и окраиной, в Турмосковье. Ну, вот. Пражский зоопарк – это, конечно, очень здорово. Всем рекомендую. Причем, если есть возможность выделить на это два дня, то лучше за два дня. Потому что за один день это можно очень сильно устать и ничего не посмотреть. Толкно. А вот, отходя от зоопарка, скажи, ты при выборе участков в городе, в которых ты бывал, ты выбирал какие-то ключевые, топовые точки? Или такие закоулки неприметные и совершенно не открыточные, не с обложек? Вообще, как-то у меня в эту поездку, с точки зрения планирования вот этих всех прогулок, было несколько сумбурно все. Но, в частности, потому что не было какой-то конкретной цели. То есть, если бы я себе изначально поставил, что хочу снять то-то в такую погоду, вот это в такую погоду, и еще вот это, да, тогда бы я четко придерживался какого-то плана. Здесь все было немножко проще. То есть, ну, что-то, какие-то вещи я, конечно, планировал. То есть, мне хотелось снять конкретный мост в какое-то конкретное время, но вот не всегда это получалось. В какие-то моменты не заморачивался. Хотелось отдохнуть, насладиться городом, погодой. Поэтому каких-то вот специально спланированных съемок не было. Хотя определенные места, конечно, были у меня намечены заранее. То есть, очень хотелось подняться на Петершинскую башню, посмотреть сверху на весь город и поснимать это. Причем поснимать вечером с огоньками. То, что у меня не получилось сделать в прошлую поездку. Вот тогда у меня были фотографии в основном там где-то около часа до заката. В этот раз у меня получилось сделать уже такие вечерние, достаточно темные снимки оттуда. Вот. То есть, это вот то, что... То из планов, что удалось реализовать именно в Праге. А так, в какой-то момент мне перестало хотеться снимать открыточные виды. Тем более, что именно их, именно вот эти вот кассовые кадры, популярные, я снял еще в 2006 году. И, в общем-то, практически ничего не поменялось в городе за это время. То есть, ну, просто банально не было смысла снимать это заново. Причем вот в кое-каких местах даже чуть-чуть поменялось в худшую сторону, например, ну, именно с точки зрения фотосъемки. Вот не скажу сейчас, к сожалению, нет перед глазами карты названия моста, но в одном месте. Видите, я делал кадры в 2006 году, а приехал в этом году, и там очень неудобно перекрывал вид плавучий ресторанчик на реке итальянский. Вот. То есть, вот он просто испортил весь кадр. Вполне возможно, что я бы сделал какие-то варианты этого ракурса, вот этого вида. Но вот, к сожалению, какие-то все-таки перемены в худшую сторону есть, но в худшую сторону сугубо вот именно для фотосъемки. Вот какие-то вот такие, как вот этот плавучий ресторан, который все загородил, и уже не было возможности сделать такой кадр. Ну, и были кое-какие ремонтные работы на Карловом мосту. Там снимали для реставрации скульптуры некоторые. Соответственно, часть этих скульптур была в строительных лесах. И, ну, с одной стороны, было бы интересно, да, поснимать этот мост именно в процессе реставрации. Вот. Но никаких конкретных ремонтных работ я не застал. Вот. Поэтому особо как-то не сосредотачивался на съемке Карлового моста и вот этих вот кассовых туристических видов. Меня просто вот самого очень сильно угнетают. Я никак не могу ничего с собой поделать. Когда я бываю в каких-либо городах, я практически не снимаю никакие топовые виды, вот такие вот там, знаменитые здания и так далее. Потому что я вообще не понимаю, что я туда могу привнести нового. Мне кажется, что это все уже давно отстанет другими фотографами, так или иначе, в лучшее время года, с лучшим освещением и так далее, и так далее, и так далее. Те фотографы, которые живут в этом городе, они его прочувствовали и могут выбирать какое-то время, когда там машина не загораживает или еще что-то. А мне просто откровенно лень тратить свои силы на то, чтобы выждать какой-то идеальный момент в историческом центре города, дождаться, пока уедет та или иная машина, дождаться, пока уйдут люди там, ну или что-нибудь еще в этом роде. А уж тем более приезжать туда, когда закончится реставрация. И поэтому я просто изначально, у меня вообще никакой мотивации на съемку нет, я вообще не снимаю в такого рода местах, потому что не могу я себе представить, что там можно снять и для чего. То есть вот у меня тут какой-то сильный барьер и какое-то нехорошее ощущение, что я вроде нахожусь на этом месте, но ничего не могу снять. У тебя такого нет? Ну, как тебе сказать, в какие-то моменты, конечно, такое ощущение возникало. А тем более, что я уже был в этом городе и многие виды уже снял, причем снял их по факту лучше, чем в этот раз тогда еще. Хотя с точки зрения фототехники в этот раз все было лучше и профессиональней. Но вот как-то в тот раз какие-то кадры получились намного лучше. Но с другой стороны, я думаю, что в городе, тем более в таком городе, как Прага, всегда можно найти, что снять интересного, оригинального того, что не снимал никто. И речь не идет даже о каких-то достопримечательностях в каком-то особом состоянии, ракурсе и так далее. Хотя это тоже возможно. И всегда можно уже снятый, переснятый дом снять так, как его не снимал никто до тебя. Правильно? Все зависит только от того, насколько у тебя развито художественное мышление, фантазия и видение фотографическое. Ну, возможно, да. В Питере я так хорошо поснимал, и мне прямо понравилось. Но все равно не оставляло ощущения, что там уже все снято, что все эти места пройдены, что вот не знаю, как-то меня это очень сильно демотивирует в плане съемок. Ну, как я уже говорил, у меня особых конкретных фотографических целей в эту поездку не было, поэтому отношения у меня было попроще. Ну, я видел что-то красивое, да, я это снимал. И меня совершенно не удручало то, что это уже было тысячу раз снято кем-то другим, и, возможно, даже было снято лучше. И там снято лучше даже мной самим там шесть лет назад. Да, то есть вот этот вопрос меня как-то особо даже не тревожил. Но я в этом плане понимаю людей, вот и Паша, наверное, отчасти относится к ним, которые уходят куда-то в переулки и не идут на главные достопримечательности, просто при этом побывал там где-нибудь в Париже, грубо говоря, не снял Эйфелеву башню. Вот, ну, примерно такой получается склад у фотографов у некоторых и просто у людей, что неинтересно им уже вот эти вот все места, где много туристов, они как-то уходят вглубь и ищут что-то новое. Ну, вот у меня в этом плане со стрит-фотографией немножко поездка, конечно, не оправдал моих ожиданий, но, с другой стороны, в принципе, можно было понять, что Прага как таковая, да, в общем-то, европейский город, никакой особо интересной экзотики для стрит-съемки, там нету. Но это не Индия. Это, конечно, это не Индия, люди там обычные, причем очень привычные по жестикуляции, по интонациям, да, то есть это, в общем-то, это славяне. И причем европейская культура это такая маска на лице, когда все окей, а ты хэппи и саксэсфул, нет? Не-не-не, я бы не сказал, что в Праге это работает. Да? Нет, конечно. Они очень похожи на нас, только чуть-чуть, чуть-чуть более позитивные, в общем-то. Но вот как-то для стрит-фотографий и сюжетов у меня особо в эту поездку не нашлось, да и вот и не искалось. Не знаю, все как-то какие-то очень расслабленные были у нас прогулки по городу. Не знаю, может быть, так и нужно. На самом деле, вот как Паша Косенко в одном из наших подкастов сказал, вопрос приоритетов. Когда я туда попал и попал туда не совсем здоровым, у меня как-то сразу в первые два дня все приоритеты сместились в сторону отдыха, и фотосъемка уже была далеко даже не на втором, не на третьем месте. Хотя фототехнику я с собой таскал, были какие-то вылазки именно специальные для того, чтобы что-то поснимать. Ну, потому что в какой-то момент, когда, грубо говоря, прошла первая неделя отпуска, все-таки в голове постоянно позвякивал вот этот звоночек, что, чувак, ты все-таки приехал в очень красивый город, ты собирался много чего снять, давай как-то себя бери в руки, что-нибудь давай поснимаем. Ну, и благодаря этому удалось какие-то кадры интересные сделать. И, кстати сказать, есть несколько уникальных сюжетов, которых я не видел ни у кого. Кое-каких вечерних съемок, набралось. Ну, в общем-то, есть что показать. Единственное, что не совсем я еще пока осмыслил всю эту поездку, не совсем осмыслил весь этот снятый материал, поэтому как-то особо не выкладываю в блоге снятые кадры, до обработки пока не дошло. Я тоже люблю подождать, потянуть, немного переварить. Да, на самом деле, вот прошлая поездка 2006 года, она у меня дошла до осмысленной, вдумчивой обработки отдельных кадров и переосмысления их с точки зрения эстетики, каких-то ракурсов, задумок, кадрирования даже банального, уже только в этом году. То есть я вот перед новой поездкой осел смотреть старые фотографии и публиковал их в блоге, там каждый день у меня было по фотографии. В Праге был такой своеобразный отсчет. И все это переосмыслял. Я думаю, что материал, который я снял в эту поездку, тоже нуждается в том, чтобы вот так вот отлежаться немножко. Лет 6. Но я надеюсь, что все-таки не 6 лет. У меня на самом деле аналогичная ситуация, абсолютно так интересно получилось. Мы абсолютно не сговаривались. У меня с Алтаем такая ситуация была там, мне кажется, как раз в 2006 году. И я после каждой поездки дико мучаюсь. Я очень долго все обрабатываю. Я не могу к этому подойти никак. У меня... Ну вот все это медленно происходит. Я совершенно не хочу торопить события, потому что фотография, мне кажется, если ее вот прям сразу так взять там и все куда-нибудь там выложить или напечатать, или еще что-нибудь, то это неправильный подход. Фотография тогда уйдет, ты ее будешь уже видеть не так, как мог бы увидеть более свежим взглядом через какое-то время. Конечно, у тебя взгляд замыленный все-таки после поездки немножко. И вот я сейчас готовил статью для одного журнала, и меня там просили что-нибудь о России написать, у них там не хватало материала, и там хороший друг просто очень-очень меня попросил, и я сел за Алтай, хотел для журнала Алтай дать. А Алтай это был, как я уже говорю, как раз, по-моему, в 2006 году. Мне очень не нравится давать какой-то недоработанный материал, а когда проходит много времени, я понимаю, что я могу обработать все гораздо лучше и по-другому, и вообще увидеть все по-другому. Я взял Алтай. В том числе и потому, что ты сам растешь, и я тоже расту за эти 6 лет. Очень много навыков. И видение по-другому, и другие фотографии уже выбираешь. И, в общем, я сел за Алтай, который я обрабатывал несколько месяцев, наверное, и обработал все кадры, которые я хотел, все, которые мне были интересны, за один день. Выбрал и обработал за всю поездку. Издал материал. И сейчас статья уже вышла. И это было невероятно. Я даже представить себе не мог, что я с такой скоростью могу обрабатывать фотографии. Но это было свежее впечатление о старой поездке. Ты уже представлял, какие кадры у тебя есть, какие нет. И понимал, что ты хочешь от них добиться. И все. Одного дня было достаточно для того, чтобы обработать всю поездку. Все лучшие кадры. А все остальные даже и смысла не было обрабатывать. Вот такое наблюдение. Ну да. Но я все-таки закончу свой рассказ. Но что касается Праги, да, я все рассказал, наверное, практически. То, что не успел рассказать, я думаю, что читатели, слушатели увидят в моем блоге. Не знаю, через какое время, когда дойдет до обработки, до осмысления этих всех фотографий. Что касается поездок из Праги в другие города чешские, в другие места, которые были запланированы. Опять же, наверное, даже больше половины намеченных планов не удалось реализовать. Как я уже говорил, потому что хотелось подольше погулять по Праге, посмотреть город. Вот практически весь, раз уж там оказались. Но удалось съездить, посмотреть каньоны, если ты помнишь, о которых я говорил. Там несколько каньонов искусственного происхождения, где раньше добывали известняк. Сейчас они частично затоплены. И, кстати, как ты и предрекал, ничего там интересного нет. Каньон небольшого размера, спуститься туда неудобно, и снимать там, в общем-то, тоже практически нечего. Но каньоны вообще очень сложная тема для съемок. Да, тем более, что это каньоны, даже не каньоны, а вот считай, просто раскопанная дырка в земле, там глубиной 50 метров. Вот, в скалах выдолбленная. Ну, где-то какие-то кустики, вода. Вот, то есть здесь было небольшое разочарование, хотя потратил довольно много времени на то, чтобы добраться до них. Но, с другой стороны, с другой стороны, я к этому подходил с философской точки зрения, потому что за эту поездку очень здорово удалось походить, погулять и, что называется, растрясти жир свой, да? То есть, как бы, с точки зрения физической активности эта поездка была очень хороша, и вот прям вот такой вот заряд, заряд, такая вот тренировка ходьбы, она была, конечно, очень неплохая. Вот, я думаю, что вот это на очень надолгое время меня будет держать в каком-то таком физическом даже тонусе, да? Даже несмотря на то, что там ничего хорошего не удалось сфотографировать, прогулка по интересным местам природным, в принципе, это всегда неплохо. У меня, кстати, в Канаде такие ощущения от некоторых волосок. Ну, вот бывает так, что нечего там снимать, но ты чувствуешь, что даёшь организму такую очень конструктивную нагрузку, полезную, да? Потому что у нас в Москве обычно все нагрузки, они глупые, да? Ну да. На работе там ты сидишь, там что-то делаешь, там в транспорте. Это всё глупая, неприятная и даже вредная нагрузка для организма, да? А когда ты проходишь там 10-15 километров в день по туристическому маршруту, и хоть ничего и не снимаешь, но видишь, в общем, достаточно красивые места. И ты понимаешь, когда ты идёшь, в отличие от того, когда ты там едешь на автобусе, машине, поезде и так далее, ты понимаешь, как это живёт. То есть ты ощущаешь именно эту местность естественно, естественным образом. На машине ты этого никогда не увидишь, а просто выйдя из автобуса на какой-то точке, ты этого тоже никогда не увидишь. Надо обязательно пройти, чтобы понять какую-то местность, как она живёт, какой у неё рельеф, какая вообще жизнь у этой местности. Надо пройти, ты больше замечаешь всего. Ну, это такой хороший отдых и узнавание местности и так далее. Да, поэтому вот примерно так прошла моя поездка. И я даже не жалею по большому счёту о тех планах, которые не удалось реализовать, зато хорошо отдохнул. И при этом привёз, в общем-то, немало фотографий. Привёз материала, наверное, раза в четыре больше, чем из прошлой поездки в Прагу. Уж вот не знаю, ну, трудно сейчас говорить, оценивать как-то качество этого материала, но есть вот отдельные, там, ну, так на вскидку, может быть, пять-десять кадров, которые, ради которых эту поездку стоило сделать. Мне кажется, что, в принципе, это уже изначально неплохой результат. Конечно, эти кадры, там, не конкурсные, не выставочные особо, да, но для меня это достижение, и приятно было их сделать. Вот я думаю, что через какое-то время они появятся, там, или в блоге, или ещё где-то. Кстати сказать, то, что ту публикацию, которую уже мои читатели в блоге видели, она была посвящена городским люкам Праги. Достаточно интересная тема, которую я для себя открыл именно в эту поездку, потому что обычно мы, когда ходим по городу, мы все под ноги не смотрим, ну, или под ноги смотрим там в Москве, да, когда есть шанс там или в лужу наступить, или обо что-нибудь споткнуться там. Вот. В Праге такого нет, там всё хорошо в плане городской инфраструктуры, всё гладенько, чисто, ровно, то есть можно ходить, не глядеть под ноги. Вот, поэтому многие туристы не замечают то богатство, которое буквально вот разбросано под ногами. Очень интересная система городских люков, лючков, там, разной формы, размера, с разными изображениями на них, да, и вот одну публикацию я вот буквально по живым следам в блоге сделал. Вот, я надеюсь, что... Я не помню, ты видел её или нет? Я надеюсь, что у меня получится продолжить эту серию, потому что ещё есть кое-какие интересы, интересные люки, есть о чём рассказать. И особенно интересно уже здесь, в Москве, сидеть эти фотографии, смотреть и раскапывать какую-то информацию по тому, что изображено на этих люках. Потому что, естественно, в поездке на это нет ни времени, ни возможности, да. А сейчас в Москве уже ты сидишь, смотришь и узнаешь очень много нового. Там про гербы городские, про изображение на этих люках, там про систему канализации. Всё это очень интересно. Такая немножко необычная тема, нестандартная. Казалось бы, вот приезжай в Прагу, снимай там башенки, речку, набережную. А вот у меня большая-большая коллекция люков образовалась. Ну да. Подпроводных, канализационных. Ну это на самом деле удивительно. Они же их штампуют специально, да, каждый раз новые, разрабатывают. Да, да, да. Для каждой выживки. Это действительно очень интересно. Хотя, приехав в Москву, я уже начал обращать внимание на то, что и московские люки у нас тоже достаточно разнообразные, но, конечно, по эстетике там даже не сравнивают. Гербами не пахнет. Да, там вопрос даже не в гербах, а в том, как это всё сделано с точки зрения качества, как это закатано в асфальт и так далее и тому подобное. Потому что в плане качества дорожного покрытия Прага, конечно, поражает. И в плане транспорта. Улицы там действительно приятные. Если ты рассказываешь про Москву, особенно по окраинам городские, ты скажешь, что улицы неприятные, ничего хорошего нет, чтобы ходить по улицам. Да, в Праге это всегда приятно, всегда хорошо, всегда качественно всё сделано. Хотя климат-то у них, в общем, не очень сильно отличается от нашего. И нет такой отмазки, что вот у нас резкоконтинентальный климат, там холодные зимы, жаркие лета и асфальт портится. Да нифига подобно. У них практически всё то же самое. И при этом дорожное покрытие очень качественное, и брусчатка, и всё-всё очень хорошо сделано. Поэтому тут ещё один момент, ради которого стоит в Прагу съездить, чтобы хотя бы, по крайней мере, почувствовать разницу. Ну, вообще, на самом деле, вот поездки все, они настолько сильно расширяют кругозор, ты видишь, как живут другие люди. Это же гигантский опыт, накопленный, ну, тысячелетиями это, конечно, загнуто было бы, но там сотнями лет накапливался опыт определённой жизни, и ты можешь его как-то перенять, можешь посмотреть, как они живут, и к чему они в итоге пришли. Конечно, сейчас серьёзная глобализация, и уже разные страны не так отличаются друг от друга, но, тем не менее, есть небольшие отличия, и это очень интересно посмотреть вообще. Ну, вот, Володь, единственный минус вот такого вот познания мира в том, что, к сожалению, возвращаясь в Москву, понимаешь, насколько всё у нас плохо. Ты видишь все минусы. Да, ну, через какое-то время, естественно, ты к этому привыкаешь, там, проходит месяц, заново опять адаптируешься, втягиваешься в это во всё, но вот как-то, там, первую неделю или две очень грустно на всё это смотреть. Зато, когда ты куда-нибудь выезжаешь, у тебя первую неделю или две, прям вообще впечатление, как будто ты попал куда-то в волшебное место. Самое главное, что люди в этом живут каждый день, и, как бы, поддерживают это, мне кажется, не особо напрягаясь, то есть совершенно естественным образом. То, что нам кажется чем-то исключительным, да, вот качественная дорога, качественный тротуар, качественно сделанный, там, канализационный люк, не торчащий из тротуара, да, так что об него можно споткнуться. Вот нам это кажется удивительным, а то, что у них, это, как бы, каждодневная их работа. Да, то, что, вот, то, что их, в принципе, не затрудняет и не считается чем-то исключительным. Поэтому, конечно, такие поездки, они, с одной стороны, обогащают и развивают кругозор, но, с другой стороны, нужно быть готовым к тому, что, живя в России и в Москве даже, как в современном развивающемся городе, все равно будет немножко грустно, когда сюда вернешься и все это увидишь, то, что у нас происходит. Но не будем мы все-таки о грустном, поездки все-таки штука позитивная, по большому счету, да, поэтому давай, Володь, перейдем к твоей поездке в Канаду. Я уверен просто вот на 100%, что она была намного более интересной, чем моя в Праку и, там, на порядок более продуктивная с точки зрения фотографии. Вот, ну, естественно, потому что у тебя были совершенно конкретные цели. Расскажи в поездке о том, что хотелось, чего хотелось добиться, чего удалось, что получилось, чего не получилось. Ну, она действительно, да, была более продуктивной, наверное, но не с точки зрения отдыха, потому что первое впечатление, когда я приехал в Москву, это просто невероятная усталость, и даже когда я вылетал из Калгари, у меня такая была прям вот четкая фраза такая, надо в отпуск, вот, пора уже, все, доработался, потому что, ну, действительно, ну, это была самая насыщенная поездка из канадских, с монгольской можно только, разве что, с первой сравнить, когда я первый раз в Монголию поехал, я обратно в поезде ехал и видел какой-нибудь красивый пейзаж, и у меня болела та мышца, которая отвечает за композицию. И я не знаю, где она, но она точно болела. Я просто даже представить, ну, когда я начинал представлять себе кадр какой-нибудь, когда я из окна поезда видел его, у меня вот начинала она болеть. В этот раз у меня мышца уже натренированная была, она не болела, но общее впечатление усталости было довольно сильное. Отчасти это хорошо, потому что, ну, собственно, ради этого и ехал. Это интересно, это активно. Но, с другой стороны, конечно, ну, сейчас я уже в таком состоянии, каком-то очень серьезно задавленном и разбитом. В общем, надо собираться, конечно. По насыщенности, ну, так вот, коротко, наверное, приведу несколько фактов. Я проехал где-то 7 тысяч километров на машине за 24 дня. Это получается, если разделить, 300 километров в день примерно. Ну, это довольно большая нагрузка, как на водителя. Это очень много, да. 300 километров в день, при том, что два дня машина вообще стояла около отеля, и я никуда не выезжал, потому что, ну, были конкретные задачи другие. Вот. Ну, включая эти два дня, получалось 300 километров в день в среднем. Мне вообще это трудно себе представить, потому что вот то, что, ну, самое близкое, что я могу себе вообразить, да, это вот моя поездка на дачу и обратно. Это вот как раз 300 километров. 150 туда. Ну, вот, да. Вот каждый день вот так вот. И 150 обратно, да. А, ну, наверное, все-таки есть принципиальная разница, да? Потому что дороги другие, да? Конечно, конечно. Дороги совсем другие, виды совсем другие. И, в общем, конечно, в Канаде совершенно не задумываешься о том, сколько километров тебе надо проехать. Ну, то есть, ты делишь его просто на максимальную скорость, километраж, и получается время, которое надо потратить. Опять-таки, вернусь на секунду к тому, что ты сказал про Прагу. Климат в Канаде вот в этом месте, по крайней мере, явно хуже, чем в Москве. Это горные дороги, через которые сходят лавины, камнепады. И при этом они в хорошем состоянии. Да, они в идеальном состоянии. По ним проезжает полтора миллиона туристов в год по этим дорогам. Полтора миллиона – это очень много. Ну, это прилично. И они в очень хорошем состоянии. Никаких проблем там с этим нет. Но, тем не менее, даже с такими дорогами это немного утомляет. На самом деле… А, кстати, Володь, вот извини, я тебя перебью буквально, потому что мысль в голове возникла свежая. А ты дорожных работников вообще видел? Да, я видел дорожных работников. Я могу про это много чего рассказать. Потому что, я тебе честно скажу, я в Праге ни разу не видел, чтобы ремонтировали дорогу. И при этом она в идеальном состоянии. То есть, они как-то это делают очень экологично с точки зрения туристов. То есть, как-то… Да, они делают это не в сезон, потому что, когда я уезжал из Канады, они как раз чинили дорогу. И чинили они так. Они поставили огромные щиты, светящиеся, что три дня будет ремонт дороги. Такое-то, такое-то, такое-то число. Но проезд там будет, да? Нет, объездной проезд они указали тоже. Там просто два города, два въезда в город, и один из проездов ремонтировали. Вот, они написали, что три дня вот поэтому проезда не будет, и езжайте, пожалуйста, на следующий сразу. Даже не заворачивайте. И за три дня они всё починили и уехали, как будто их и не было. Это уже после сезона было. Для нас это фантастика. Вот, в этот раз я когда был, там случилось наводнение, тоже там, ну, видно, что на самом деле содержание парка это дело не дешёвое. Дороги приходится реально чинить, их перехлёстывает водой при сильных ливнях. Там может снег в любой момент пойти. Я когда уезжал из Канады в этот раз, это было, по-моему, 15 июня, с утра шёл снег. То есть я снежные виды снимал утром. А ты был примерно на широте Москвы? Да, там просто горы, поэтому высота чуть выше и, соответственно, такая вот погода. Ага. Так что, конечно, с дорогами это всё понятно. 7 тысяч километров я проехал не потому, что там какие-то огромные парки немеренных размеров. Нет, парки там, наверное, максимальная длина, которую можно проехать по тем паркам, в которых я был, это 500 километров от самой крайней точки до самой крайней. Но это я с большим размахом беру. На самом деле, я думаю, что километров 300. Ну, это как Московская область где-то, да, в поперечнике. Ну, да, примерно. Вот. И, ну, они не такие круглые, да, как Московская область. Они более вытянутые. То есть это в ширину они там, наверное, километров 40, наверное. Ну, то есть... Ну, потому что вдоль рек, да? Или вдоль каких-то горных. Да-да-да, вдоль долин между горами. Ага, ага. И, соответственно, мотал себя не потому, что там какие-то были большие перегоны, а потому что я ездил туда-сюда постоянно. То есть в разные точки. И, как я уже говорил в одном из подкастов, ловил погоду. Я, кстати, очень много думал над тем подкастом, который мы с Пашей записали. Для меня там было очень много откровений. В том плане, что я и размышлял насчёт того, не стоит ли действительно пожить где-нибудь в одном месте. Ну, то есть всё-таки тебя зацепил вот этот вопрос, да? Да, безусловно. Я каждый вопрос взвешиваю, но, знаешь, я всё-таки пришёл к ответу, что нет, я не могу жить в одном месте, потому что каждый день он уникален сам по себе, и в каждом дне есть какая-то своя фишка. Потому что там, когда выпадает снег весной, например, то ты можешь снять такующего тетерева на снегу. И это уникальный момент, который не повторится никогда больше в этом году. А может быть, и в следующем не повторится. То есть он сам по себе настолько уникален, что ты его можешь поймать и запечатлеть. А если ты будешь жить на каком-то одном месте, то, ну, это жизни не хватит просто. Ты можешь сколько угодно туда возвращаться, жить в одном месте, и тебе будет что-то приедаться, на что-то ты перестанешь обращать внимание, и ты, ну, то есть просто глаз замылится. То есть я тут понял для себя, что даже если бы я на год поехал в Канаду, то, скорее всего, определенные месяцы, может быть, вот сейчас, вот летом, там уже нет такой какой-то интересной погоды. Ну, то есть, в принципе, там результативность месячной, годовой поездки были бы, наверное, примерно равны. Нет, ну они, конечно, не равны были бы, но я бы все равно не сидел на одном месте. То есть у меня за год было бы там гораздо больше кадров, чем там за один месяц, потому что, ну, возможно, я устраивал бы перерывы там месячные, жил бы где-нибудь в каком-нибудь отеле. Опять-таки, если брать самую идеальную ситуацию, то я бы жил в каком-нибудь отеле, обрабатывал бы снимки, смотрел бы их, в интернет, может быть, полазил бы. Но те месяцы, на которые я туда еду, они очень насыщены, потому что я вот четко понимаю, для чего я еду именно в эти месяцы. Я четко понимаю, что я хочу снять, и там разница даже в две недели, это очень огромная разница, и на этом, собственно, строится принцип поездки, потому что я сначала еду в высокогорной области, где больше вероятности, того, что выпадет снег, потом, наоборот, спускаюсь в низины, где только начинается весна, потом опять еду в высокогорную область и так далее. И вот этот вот сам план поездки, он очень сложный, его очень так непросто разрабатывать. Я в этот раз потратил на разработку плана больше, чем я, собственно, на реализацию. То есть я пока думал, где я хочу оказаться в те или иные месяцы, но это за него там, наверное, больше месяца. В те или иные дни. И на самом деле это всё оправдалось. То есть я как бы эту теорию для себя подтвердил. То есть действительно... То есть всё выстрелило, что должно было выстрелить? Выстрелило всё, и некоторые даже вещи очень неожиданно выстрелили. Допустим, там, когда начиналась поездка, озеро одно было во льдах, и мне его очень хотелось во льдах снять, но я немножко не успел, буквально на один день. Я его увидел во льдах, в этот день не снял. На следующий день было похолодание, но оно растаяло. Хотя до этого был месяц солнечной погоды, и оно оставалось во льдах. И вот такие вот моменты именно очень хочется ловить. Это очень интересно. Очень интересно наблюдать за тем, как погода изменяется. Очень интересно наблюдать за весной в горах. И для меня, ну, вообще, канадская поездка, она для меня очень хороша с точки зрения обучения. Я не считаю себя каким-то великим фотографом, пейзажистом. Я уверен, что есть мне ещё чему научиться. Очень много чего можно понять и найти. И вот Канада в этом плане, как обучение, очень классно. Потому что вот эти 7 тысяч километров, которые я проехал на машине, это огромная работа, которую проделала машина. То есть это то, что можно было спихнуть на машину, и я всё это спихнул, чтобы всё то, что я снял, снять там, бродя пешком по каким-нибудь паркам, где передвижение на машине невозможно, потому что там нет дорог, заняло бы гораздо больше времени, я думаю, что много лет. А тут упрощается физическая сторона съёмки, хотя она всё равно становится сложной из-за насыщенности. Но при этом ты начинаешь обучаться, и ты начинаешь осознавать пейзаж с другой точки зрения, не с той, с которой ты к нему подходил до поездки. И вот тут вот я для себя нашёл вот это вот правило, что я хочу снять пейзаж в каком-то уникальном виде, и каждый день по-своему уникален. И надо вот эту уникальность какую-то найти и постараться её передать. И вот для меня это было целью на всю поездку найти уникальное состояние природы и передать его. В общем, не уверен, что я всё поймал, что можно было, но, наверное, чего-то больше выживать уже сложно. Вот какие-то такие мысли. отдохнуть, как ты понимаешь, не получилось в результате. У меня день делился примерно так, что я вставал рано утром до рассвета, это где-то 4 часа утра, потом ездил, снимал, всё. Приезжал, уже открывались всякие ресторанчики, где можно позавтракать, опять-таки, тоже вот с точки зрения обучения. Почему Канада хороша? Потому что приезжаешь в комфортное жильё обратно, возвращаешься. А рассвет там примерно во сколько? Ну, он начинался, когда мы приезжали в 5.40, а потом до 5.30 опустился. Потому что у меня в Праге была основная проблема слишком ранний рассвет. Потому что в 2006 году я ездил на 2 месяца раньше, и рассветы были позже, то есть их, в принципе, можно было вставать там не посреди ночи, в 5 часов, а рассвет был где-то там полседьмого. Ну да. В принципе, можно было за полчаса добраться куда нужно и поснимать до рассвета, рассвета, после рассвета. А когда я приехал в эту поездку, вот как раз был один из моментов, который не удался, то есть негативно повлиял на результаты, то, что рассветы там были уже 4.30, полпятого уже светлело, то есть никакой возможности чисто физической не было под рассвет выбраться. Но у меня, слава богу, машина, поэтому выезжать я мог в любое время года. Да, но все-таки в Канаде у тебя были рассветы позже. Да? Ну, вроде да. Насколько я помню, в 5.30, да, были где-то. Но вот тебе было в этом смысле проще. Вот, но на самом деле мне было все равно, потому что я выезжал на съемку там где-то тоже там, ну, в общем, до рассвета, до 5 часов утра, возвращался, снимал, возвращался и ложился просто спать. А, то есть там открывались рестораны, да, я завтракал и ложился спать. В этом плане, опять-таки, еще раз подчеркну, что Канада очень удобная страна, потому что тут уже все готово. То есть ты приезжаешь, просто берешь завтрак в ресторане, завтракаешь с удовольствием и ложишься спать. Не надо думать, где тебе еду готовить. Не надо, вот, ты просто все то время, которое у тебя есть, ты просто занимаешься съемкой. И, соответственно, после того, я просыпался, я ехал уже снимать на вечернюю съемку, днем снимать было совершенно нечего, после 9 часов свет уже вообще никакой, если это солнечный день. Ну, соответственно, делать абсолютно нечего в это время. К тому же, к концу поездки начали появляться туристы в огромное количество. У меня было несколько кадров, когда я так, смеялся над количеством туристов, я попадал в тот поток, когда много туристов, и это, конечно, выглядело все ужасно просто. При этом, если встаешь рано, ложишься поздно и ездишь на интересные точки в этот момент, то у тебя все шансы снимать на пустынном абсолютно озере, допустим, или на пустынной точке, когда тебе никто мешать не будет. А вообще много туристов в тех поездах было, которые ты посещал. То есть, в принципе, это туристические места, Да, это очень туристические места. Ну, как я уже говорил, там полтора миллиона туристов за год проезжает. Это очень-очень-очень много. Но спасает то, что большинство туристов проезжает в автобусах туристических, и я с ними не пересекаюсь. Это очень, на самом деле, хороший вид туризма, автобусы. Я их очень полюбил. Раньше я как-то так немножко издевательски относился к людям, которые на автобусах ездят, хотя сам я проехал на автобусах огромное количество стран в детстве. Но это так, знаешь, погрузили в автобус, показали точку, дальше поехали, дальше поехали и так далее. Но для природы и для национальных парков это всё-таки не города, там немножко сложнее всё обстоит с потоком людей, потому что огромное количество людей так или иначе разрушат рано или поздно природу. Ну да. И тут такая вот концентрация людей в автобусах, которые платят деньги парку, но при этом не особо сильно его разрушают, она очень полезна. То есть мне автобусы в этом плане прям очень понравились. Хорошо, что такая штука есть, там огромное количество китайцев различных катается в автобусах, японцев и так далее, которых выпускают только в тех местах. Я даже понял, почему у них некоторые точки раскручиваются, потому что там туристы особо никуда не могут уйти из этих точек. То есть они, допустим, поездка на кораблике по одному из озёр. Вот они загрузили туристов на кораблик и всё, из корабля никак уже не убежишь, ничего не истопчешь, не навредишь. И там можно хоть, я не знаю, хоть сто этих корабликов в день пускать, ничего страшного от этого не будет. И вот они раскручивают полномерно именно те места, где туристы в принципе особо не могут повредить, где им приходится ходить по асфальтовым тропинкам или по деревянным каким-то настилам, где есть бордюрчики, с которых ну уж никак не сойдёшь, даже если захочешь. Вот это такое интересное наблюдение. но многие, конечно, ездят там и на машинах, безусловно, но большинство людей раньше 7 утра, ну где-то раньше 9, раньше даже 8 утра не появляются на дорогах, то есть до 8 утра это время для фотографов, которых, к счастью, пока ещё не очень много. Вот, ну конечно, большое количество населения планеты, вот в таких местах ты понимаешь, насколько оно велико и насколько это сложно вот как-то разрулить вот эти вот полтора миллиона, которые проезжают через парк, это просто невероятное количество, если их не грамотно направлять по определённым маршрутам, то они вытопчут всё и уничтожат всё и не дадут насладиться природой вообще никак, то есть вы можете поехать в Канадские горы и снимать там где-нибудь июнь, июль, а уж тем более август, днём, но у вас явно будут совсем другие впечатления, чем ранней весной, когда туристов ещё мало, когда природа только начинает отходить от снега, ото льда, вот, и ну, я вообще очень не люблю толпы людей, очень не люблю большое скопление народа, и для меня, конечно, если бы в парке было бы так много людей всё время, то я бы в Канаду второй раз точно уже не приехал, то есть для меня это бы испортило все ощущения, вот, а тут очень классно, ты понимаешь, что это парк перенаселённый, что там, ну, просто немерено людей ездит по всем этим точкам, но ты на них находишься один именно в самое хорошее время, а что будет днём, уже как-то и всё равно. А скажи, а какие там вообще ограничения действуют для этих парков национальных? Смотри. Сколько это стоит вообще туда попасть, насколько это доступно и недоступно, как они регулируют поток? Там всё очень демократично сделано, там есть какие-то одноразовые пропуски на вечер, на день, может быть, на неделю, я не знаю их, я только знаю, что пропуск во все парки Канады на год, даже больше, чем на год, стоит 140 баксов. Это во все национальные парки, вообще во все. Но это вообще дёшево. Да, это дёшево, но они, конечно, на налогах там отыгрываются, потому что у нас, конечно, тоже есть налоги, причём налоги, я так понимаю, что даже больше, чем в Канаде на все продукты. Ну, в общем, да, вот 140 долларов и ты можешь на машине, причём не на одного человека, а на машину прям, то есть ты можешь на машине ездить. Да, то есть вот даже так. Да, ты вешаешь этот пропуск, покупаешь за 140 баксов при первом въезде в парк и дальше вешаешь его на машину. В прошлом году я по этому пропуску два раза был, два месяца, по сути. В этот раз, не знаю, получится ли его ещё раз использовать, скорее всего, получится, надеюсь, весной, но, тем не менее, то есть это очень дёшево, это очень мало стоит. Но с другой стороны, вот если так посчитать, у меня, кстати, тут была такая тема заготовлена про стоимость фотографий, из чего формируется стоимость пейзажной фотографии. И такой один из примеров, когда очень легко можно посчитать, сколько мне какие фотографии стоили, допустим, есть в одном из национальных парков очень классный отель, который расположен прямо на озере. туда, конечно же, не перекрыт доступ, потому что, пожалуйста, туристы могут сколько угодно вокруг него ходить, но ездить туда довольно сложно, и рядом никаких посёлков нет, а это просто вот на отдельно взятом озере стоит вот такой вот лодж, в котором можно жить. Лодж хороший, но он очень дорогой. там, если посчитать номер на двоих с едой, где-то за два дня получился ну чуть ли не в тысячу долларов. Немало. Да, ну отели в принципе в Канаде дорогие, но вот это вот прям очень дорогой, причём это был не сезон, когда он ещё дешевле стоит, я специально туда поехал раньше, потому что в сезон он дорожает чуть ли не в два раза. То есть ещё дороже. И если подумать, да, да. И я специально бравни сезон именно из-за цены. Вот, и если так посмотреть, то по сути за пару дней даже в очень хорошем темпе, даже учитывая то, что погода мне благоволила, потому что там было шикарное утро, в общем-то один неплохой закат, даже несмотря на это, ну сколько можно сделать фотографии, ну там штук 10, учитывая даже ночные кадры, но всё равно больше ты не сделаешь с одного места хорошую фотографию. Вот, но вот эти 10 фотографий, не считая там работы фотографа, да, то есть если их продавать, если работать фотографом, не считая работы фотографа, не считая билета до Канады и так далее, обходится практически в тысячу долларов. Вот, и понятно, что один снимок там меньше, чем в несколько тысяч долларов продавать, ну в принципе, ну никак, потому что ты, чтобы снять там хорошие снимки, на самом-то деле должен был прожить неделю, это от бедности там приходится снимать всё за один день, да, а если ты хочешь по-нормальному что-то заснять, то надо жить там довольно долго. Можно, конечно, жить там раза в два дешевле где-нибудь далеко и ездить туда, но там на бензине тоже будешь тратить. И, ну сложно это постоянно ездить, и так, как видишь, очень сильные передвижения, очень большое активное передвижение получается. сколько ты потратил чистого времени на передвижение, то есть то время, которое ты не снимал и сидел за рулём. И сколько примерно ты на это потратил по деньгам? Потому что, насколько я знаю, бензин-то там стоит недёшево и на порядок дороже, чем в Москве. Ну, по поводу расходов ещё, да, что можно сказать? На машину я потратил на аренду Mitsubishi Lancer, я взял. Я вообще брал самую дешёвую машину, которая там была. А, ты ездил не на внедорожнике? Нет, я на арендованной, да, такой машине. А зачем там внедорожник? Там, понимаешь, я даже по грунтовке ехал. Я просто помню, что в прошлую поездку ты на внедорожнике, по-моему. Ну, это тоже не внедорожник был, но мне просто его дали. Я как бы не претендовал, опять-таки, я заказывал не очень дорогую машину, но поскольку я беру на длительное время, они дают ту машину, у которой долго ещё до техосмотра, потому что они понимают, что я гарантию им загублю, если они дадут машину, у которой скоро техосмотр, то я просто буду ездить дольше, чем этот техосмотр, и у них накроется гарантия. Они дают машину, видимо, с самым большим пробегом, который у них есть, ну, чтобы остался пробег как можно больше. Вот. И поэтому они дают машину более высокого класса, хотя я заказываю самую дешёвую. Вот. И вот эта самая дешёвая машина, которая в итоге обернулась хорошим лансером 2019 года выпуска, ну, в общем, у меня ещё не было ни разу за три поездки в Канаде машина, которая больше, чем год, которая больше, чем год. Вот за все три поездки у меня были машины именно того года, в который я ездил. Он мне обошёлся где-то 1600 долларов на 24 дня, учитывая то, что у меня по возрасту очень сильная надбавка. Это без бензина. Без бензина, да. Плюс бензин, лансер этот жрёт очень мало, он жрёт где-то 7 литров на 100 километров. Я, честно говоря, не считал, сколько я потратил. Ну, там при нормальной скоростной режим, это не город, соответственно, расходы. Ну, не, я часто ездил медленно, потому что я искал животных, допустим. Часто я просто прогревался и так далее. Ну, в общем, всё равно у него очень маленький расход, где-то 7 литров на 100 километров. Ну, получается, за 7 тысяч километров, ну, я думаю, каждый может считать, сколько я там потратил. Ну, это несколько сотен долларов, это несущественно на самом деле. Там дорогое питание относительно, потому что в день на человека, наверное, примерно 100 долларов надо рассчитывать. А что ж так дорого-то? Может, поменьше. Ну, вот так вот. Это при том, что я... Это без алкоголя, да? Да, это без алкоголя. Я вообще за всё время поездки ни разу алкоголь не употреблял. Видишь, у меня в этом плане поездка похуже выдалась, чем у тебя. Ну, просто я за рулём был, и там как-то... Ну, так получилось, что я на самом деле пропустил, по-моему, только один рассвет за 24 дня. Это очень хороший показатель. И не пропустил ни одного заката в эту поездку. Вот, то есть я снял 23 рассвета, наверное, и 24 заката где-то так. Без прерыва на отдых, без какого-либо. Ну, то есть это выматывающее, конечно, было действие, но как бы алкоголь пить некогда было. Ну, просто график не позволял, потому что я приезжал со съёмок, ложился спать, ужинал, и опять уезжал на съёмки. Потом опять ложился спать, уезжал на съёмки, потом завтракал. Ну, то есть, в принципе, некуда вставить было какие-либо развлечения. Именно поэтому я, кстати, так и не записал серию подкастов про поездку, хотя микрофон с собой брал, но вот никак не выходило. Очень хотелось снять многие вещи. Я думаю, что по итогам вот этих трёх поездок я выпущу книгу, и было бы обидно, наверное, какие-то вещи не доснять. Поэтому хотелось доделать и закрыть те пробелы, которые у меня были от предыдущих съёмок. А много не удалось снять, что хотелось? На самом деле я сглупил осенью. То есть, сейчас мне кажется, что удалось практически всё снять. Некоторые места были закрыты из-за снега до сих пор. То есть, когда я уезжал, они ещё были перекрыты дороги. И мне не удалось снять вот эти несколько мест. Если бы я поехал туда ещё раз, то я уверен, что я бы снял ещё примерно столько же. Это не проблема была бы для меня. Я уверен, что я смог бы всё это снять. Но в принципе я закрыл, наверное, всё. У меня в этот раз не было такого ощущения, что вот очень бы хотелось какое-то место. Я знаю ещё, куда мог бы поехать, но я как бы отказался от этого добровольно. У меня был вариант ехать или не ехать, но у меня появились более интересные какие-то места. И в итоге я вот так скорректировал поездку. Слушай, скажи мне, вот ты последнее время немного переключился с Animal Photo на пейзажи. Это было и в последнюю монгольскую твою поездку, и с Канадой тоже. Скажи мне, ты не устал в пейзажи вообще? Нет, наоборот, я только разгораюсь. То есть, ты вот влился всё-таки именно в пейзажную съёмку? Да нет, понимаешь, на самом деле я всегда любил съёмку именно пейзажей, я с неё начинал, нельзя сказать, что я к ней пришёл через съёмку Дикой природы, там живу. Я просто помню как раз тот момент, когда мы с тобой познакомились, у тебя был период сугубо Дикой природы. Но в этом большая проблема. Понимаешь, я человек не столь может быть жёсткий, и мне сложно идти совсем против толпы, потому что какой-то отзыв мне нужен и важен, мне важен какой-то фидбэк. В данном случае люди, которые смотрят общение с людьми, оно диктует отчасти то, что я в итоге снимаю, потому что мне было интересно, не менее интересно съёмка, спортивных мероприятий. Вот когда я покупал камеру только в первые самые разы, я любил съёмку спортивных мероприятий, я, может быть, сам не очень спортивный человек, но поснимать какие-то спортивные вещи, экстремальные вещи мне было бы интересно. Ну да, тем более, что это хороший такой бенчмарк для камеры. Да, да. И, собственно, для себя самого бенчмарка, как для фотографии. Да, конечно, очень хорошо учишься на этом, много чего можно достичь. Но спортивная съёмка была, в принципе, как-то неинтересна большинству людей. А в тот момент, когда мы с тобой познакомились, я точно так же снимал пейзажи, но на клубе Фото.ру я публиковал фотографии птиц в основном, потому что именно фотографии птиц была компания людей, с которыми мы общались, это хорошие люди, интересные. и мне было интересно именно в этом общении расти, потому что снимать просто для себя, но это, наверное, не совсем мой подход, я всё-таки люблю именно общение в коллективе. Потом это всё усугубилось тем, что появился конкурс «Золотая черепаха», и там уж совсем такая тусовка людей, которые снимают именно животных. поэтому и фотографии у меня там туда проходили с животными и так далее. Хотя я на самом деле никогда не говорил и не считал себя фотографом именно конкретно животных, птиц и так далее. Я снимаю в принципе дикую природу во всех её проявлениях. Так уж получилось, что я не снимаю макро, хотя у нас есть замечательный макроклуб, но как-то идей у меня по съёмке макро особо не было. и ну вот так вот получилось, что я макро не стал снимать. Хотя в общем-то сниму его с удовольствием, если вдруг появится какая-то идея. Но во всём остальном птицы, животные, пейзажи, особенно животные в пейзажах, это всё именно та тема, которую я люблю. И возможно, что я пейзажную съёмку люблю даже больше, чем съёмку какую-то такую ну животных. Ну потому что снять пейзаж с животным наверное проще и интереснее, чем снять животное с пейзажом. Ну нет, я бы сказал, что... То есть в чистом анимал-фото представить какой-то пейзаж намного труднее, чем представить животное, снимая пейзаж изначально. Ну вот я так могу сказать, что животные в пейзаже, вот именно животные в пейзаже вместе с пейзажем, они ценятся наибольше всего на... Ну вообще в принципе сейчас вот такой тренд есть. Но я думаю, что это и правильно, это очень правильно. И биологи... Ну потому что это некая такая синергия жанров и некая философия, потому что я, кстати, могу сказать, что в Праге у меня как раз вот несколько очень удачных кадров были связаны именно с городскими животными. В частности, например, с утками и с лебедями, которые живут на Волтаве, обычно их как-то либо фотографируют отдельно от города и совершенно это все не связывается ни в какой общий сюжет, в общую композицию, да, и непонятно, как это вообще все происходит, да. А мне удалось сделать несколько кадров, которые я еще не публиковал, вечерних съемок, где утки там на набережной тусят, и при этом это, с одной стороны, это и хороший вечерний кадр самого города, и при этом там как бы присутствуют вот эти вот птицы. Но они очень сильно оживляют. Да, но даже ну как бы оживляшь пейзажи птицами, это некий такой попсовый прием, наверное, все-таки, да, то есть, когда вот пейзаж уже избитый, а мы в него вводим там птицу, вот вроде что-то новое. Нет, я такой цели не ставил, на самом деле просто было интересно и достаточно необычно, ни у кого я таких кадров не видел, вот, очень рад, что они у меня получились, и вот как раз в те моменты, когда я снимал эти кадры, я вспоминал тебя, вспоминал твои кадры, именно вот связанные с тематикой природы, человека природы, да, вот именно с такими акцентами. Да, конечно, у меня там не такого уровня глубина вот этого всего, но вот такой момент есть, да, я очень рад, что в этом направлении фотография, в принципе, в последнее время развивается и что есть такой тренд, это здорово, на самом деле, потому что связь очень сильно потерялась именно фотографии, то есть обычно снимают там анимал фото отдельно, снимается природа отдельно, никакой вот, никаких таких общих фотографий, которые бы нам давали представление о том, как вообще все это вместе живет и существует, вот такие фотографии начали появляться только в последнее время. Ну да, но это очень хороший, да, такой путь, а потом передать какую-то художественную составляющую в пейзажи с животным гораздо как бы эффектнее это будет, чем если просто там снимешь пейзаж или просто животное крупным планом. Просто животное, ну, уже почти неинтересно снимать, и именно вот такой вот более общий, более общего плана кадры, они, конечно, рулят. А пейзаж мне было всегда интересно снимать, ну, вот животное, у нас такая проблема в России, что у нас, допустим, птица, и когда ты снимаешь крупным планом, то ты получаешь просто птицу на веточке без заднего плана. Вот я об этом как раз и говорил. А таких птиц уже просто вообще смотреть не могу на это все, и хочется найти что-то новое. Почему я в свое время, вот когда ты мне начал только показывать свои фотографии, чужие там, какие-то конкурсы у тебя вот в вашем форуме, да, фотографов живой природы, и я как-то совершенно индифферентно к ним отнесся, потому что именно вот по этой же причине мне они казались совершенно неинтересными, вот, ты тогда как-то вот, мы с тобой по этому вопросу спорили, но вот в итоге я смотрю, ты тоже как-то к этому склоняешься, да, что не то, да, немножко не то, есть куда развиваться, есть более интересные жанры. Ну вот, поэтому отвечаю на вопрос, что мне более интересно, да мне все на самом деле интересно, все, что связано с дикой природой, я уверен, что, допустим, никакая книжка ни о какой местности не будет полноценной без животных, никакая книжка не будет полноценной без растений, без каких-то интересных насекомых, она тоже, наверное, полноценной не будет, поэтому не люблю я вот так вот разделять что-то на жанры пейзаж, не пейзаж, но как-то вот именно в фотосъемках таких общих планов, она мне ну я вижу, что в ней сделать у меня больше идей по этому поводу и поэтому она мне нравится больше да в ней вообще больше идей в принципе ну да, так что пейзажи меня очень увлекают, я уверен, что в ближайшее время идеи не сякнут сейчас огромное количество мысли о том, что и как я хочу снять, поэтому этого я думаю надолго хватит ну вот скажи по итогам все-таки процент того, что было запланировано и процент того, что получилось и насколько вообще все это соответствовало твоим планам, да, потому что какие-то планы ты делаешь, они реализуются может быть там на 150 процентов да, но все происходит не совсем так, как задумано вот как у тебя, какие итоги поездки ну реализовано, наверное, процентов 150, наверное, примерно от того, что было задумано не меньше точно почему? потому что я ехал второй раз весной в то же самое место, в котором я уже был дважды и я, честно говоря, боялся, что пейзажи мне наскучат что будут одни и те же места там есть такое озеро интересное я потом еще про него расскажу когда-нибудь ближе к зиме, наверное на нем снимают вообще все это Херберт Лейк и вот у меня была дилемма даже не в эту поездку еще до этого сколько можно раз снимать этот Херберт Лейк потому что озеро расположено прямо на дороге все туристы, которые приезжают все эти полтора миллиона они приезжают мимо этого озера найти несколько хороших планов этого озера практически невозможно там 2-3 кадра и все, все остальное идет повтор и вот я думал сколько раз можно приезжать на одно и то же озеро чтобы ну и снимать и сколько раз нужно приезжать потому что конечно ты можешь поймать опулака чуть-чуть лучше можешь поймать свет чуть-чуть лучше но вот стоит ли оно всего оно все того у меня не было ответа ответ, наверное, нет, не стоит хотя найти в принципе там есть чего и об этом мы еще поговорим в дальнейшем но так получилось что я открыл много новых мест для себя и практически всю поездку я снимал пейзажи очень активно не останавливаясь и в общем я на самом деле в этот раз ехал снимать больше животных потому что прошлой весной мы были с Женей Тимашовым у которых у которого не очень хорошая оптика к сожалению была и фотографии животных он как-то особо не занимается и мне было тоже неудобно оттягивать наше общее время на съемку животных поэтому я очень много кадров упустил то есть я просто проезжал мимо ну да обидно ну как бы мы же вместе едем он снимал тоже и медведей там и так далее но вот тут выплывает как раз минус совместных поездок но серьезно пейзажной съемкой не занимался ой съемкой животных он не занимался поэтому мы очень много упустили мне хотелось этой весной наверстать мало того что я наверстал по животным довольно много хотя животных можно бесконечно снимать потому что там много разных ракурсов и их очень сложно поймать но и пейзажи у меня тоже получились поэтому ну 150% это точно смог бы ли я еще что-нибудь снять конечно бы смог а по поводу желания оправдались они или нет наверное все-таки не до конца очень мало было вот все фотографии были в общем-то хорошие ну такие просто хорошие вот так вот чтобы что-то я посмотрел и меня вот сейчас подстегивает на самом деле многие говорят зачем конкурсы нужны вот золотая черепаха и другие конкурсы вот нафига они вообще нужны все это просто там какой-то дань самолюбию и так далее нет конкурсы это мнение жюри а жюри это 7 каких-то там или 8 или 10 или 15 неважно какое-то определенное количество чем-то выдающихся людей потому что ну обычных людей жюри стараются не брать все-таки стараются брать кого-то лучшего и ты смотришь на то как видит мир вот этого вот коллеги жюри и у тебя появляются новые идеи ты видишь какие-то новые тренды фотографии и ты стараешься им следовать и вот в этот раз меня беспокоил вопрос что у меня не получается снять чего-то такого вот необычного что я мог бы послать на конкурс и сказать да вот эта фотография она бы должна пройти на конкурс потому что в ней есть какая-то фишка это не просто качественные птицы это не просто качественный пейзаж вот в нем есть что-то такое что прям цепляет и да я пошлю этот кадр на конкурс вот у меня такого в этот раз было очень мало я с трудом могу вспомнить те кадры которые у меня такие были меня это немножко расстраивает несмотря на то что вся поездка в целом ну практически там не было спадов почти не было неудачных дней почти не было провалов но и вот таких вот взлетов когда вот прям понимаешь что да вот этот кадр с фишкой у меня тоже как-то было мало не знаю возможно я просто именно в эту поездку обращал на это больше всего внимания надо просто подождать немножко обработать тогда эти кадры может быть появятся но в этот раз у меня наверное было всего пару раз когда я снимал какие-то вещи и понимал что да они потенциально могут чего-то хорошее из них выйти такое прям действительно хорошее вот это меня немножко расстраивает потому что тут тоже дилемма либо ты снимаешь материал для книжки потому что для книжки такие кадры в принципе не особо нужны для книжки нужны более простые кадры но это вот то что называется я не знаю мне как-то трудно по-русски сформулировать по-английски это называется eye-catching кадр вот мне кстати знаешь что вспомнилось ты вот сейчас сказал про жюри мне вспомнилось очень мое состояние когда чисто случайно попал на в очередной раз в блог Кена Роквилла и тогда у него был был конкурс совместно с Адорамой по-моему помнишь да у него был такой конкурс можно было прислать кому угодно фотографию это в этом году было по-моему весной и там дарили айпад и еще что-то не помню точно значит а собственно девиз этого конкурса озвученный самим Кеном Роквиллом звучал так пришлите одну фотографию которая бы меня удивила то есть посмотрев на которую необычное место в необычное необычное время необычный ракурс там что-то на что бы я сказал вау я такого не видел никогда раньше вот вот именно вот такого вот вот таких удивительных кадров я когда попал на эту страничку я думаю ну наверное у меня найдется что прислать да чисто так вот по приколу просто что-нибудь выслать на конкурс ну почему бы нет да у каждого есть какие-то удачные неудачные фотографии вот а потом я почесал голову посмотрел то что прислали другие участники и как-то понял что вот именно такого уровня фотографий которые могли бы удивить Кеном Роквиллу у меня нет вот наверное да что-то примерно такое у тебя да то есть именно удивительных фотографий там у тебя наверное как-то и нету если я тебя правильно да вот удивительных очень мало или может быть даже и нет но потенциально есть там пару может быть моментов интересных которых я снимал там медведица была замечательная гризли с двумя медвежонками это просто невероятное зрелище мне кажется особо умилительные люди просто могут умереть от передозировки умиления глядя на это но это просто невероятное зрелище это очень красиво это не передать словами боюсь что это даже не передать фотографиями это надо смотреть все-таки вживую но вот вживую это выглядит настолько умилительно что ну просто ну невероятно не знаю может быть что-то из этого получилось но в принципе я с трудом могу вспомнить какие-то такие кадры которые именно конкурсные то есть которые я послал на конкурс и ну я все равно пошлю конечно что-то на конкурс но таких кадров прям вот я не припомню и в процессе поездки я много об этом думал и тут еще такая мысль родилась во время поездки я вот думал у меня есть дилемма я конечно всегда ищу какие-то кадры необычные удивительные ну без этого снимать смысла нет но вопрос в том пороге на котором идет отсечка то есть ты можешь снимать только кадры которые ты прислываешь на конкурс но тогда книжку будет вообще нечего пустить потому что неужели неужели настолько нужно нужно жесткая вот такая отсечка то есть я снимаю только в книгу и все и ничего больше нет ты можешь снимать в книгу все же не так жестко если повезет то оно ну что-то сможешь снять что пойдет на конкурс а можешь вообще перестать снимать рутинные кадры ну в хорошем смысле рутинные то есть там есть определенная работа вот ты ну я там снимал атакующего тетерева у канадцев ни у кого нет такого тетерева рябчика атакующего вот двух птиц я снимал я потратил на этот ну несколько раз утро потратил на этих птиц и ты можешь теоретически снимать этих птиц но изначально ты должен понимать что просто вот такая птица в полный кадр она никуда не покатит но да ее нет ни у кого но все равно вот по опыту моему я могу сказать что ну не пойдет она несмотря на то что она хорошая ну то есть она может конечно пройти случайно но это не тот кадр который я опять таки хочу подчеркнуть что я не так горю желанием пройти на конкурс просто для меня вот это вот определение хорошей фотографии это той которая пойдет на конкурс именно вот с какой-то такой фишкой я могу даже не посылать на конкурс на самом деле я все равно выиграю или не выиграю сейчас мне тоже не так важно Но именно вот такую фотографию, которая могла бы выиграть на конкурсе, которая действительно впечатлит интересных людей, такую ты маловероятно снимешь. Или вот ещё дилемма у меня такая была. В один день как-то выпал снег на перевале, и я мог поехать снимать интересные пейзажи со снегом, у меня их очень мало, к сожалению, потому что зимой-то я не ездил. Или я мог полезть снимать атакующего Четерева на перевал, это было очень сложно. Я напишу про это дело отдельный пост. Я лез с огромным трудом на перевал, там очень довольно сильный перепад высот, с объективом это было сделать очень сложно, а по выпавшему снегу это было сделать вдвойне сложно, там камни, но очень крутая осыпь, я там руку себе повредил немного. Ну в общем, это было реально сложно. Но всё в порядке? Ну сейчас уже да. Но это было реально сложно, и вот тут была тема. Ну я предполагал, что этот Тетерев не будет атаковать в снегопад, но был шанс, что если я доберусь до туда, он будет атаковать, выглянет как у него солнышко, и снег станет поменьше, то я сниму такой кадр, который, по моему мнению, вполне может пройти на конкурс. Ну то есть он, опять-таки, не в том, что он на конкурс может пройти, а в том, что он мне будет нравиться. Потому что это именно те кадры, которые будут у меня любимые. То есть именно тот один. Либо я могу поехать и гарантированно снимать зимние пейзажи неплохие. Вот это вот дилемма. То есть ты можешь либо работать на книжку и снимать хороший пейзаж, либо забить на вот все такие кадры, которые, в принципе, не столь неординарны, а заниматься именно поиском вот таких вот сюжетов точечных. И тут вот как раз вопрос приоритетов. Обычно я выбирал все-таки книжку, но в тот день я выбрал Тетерева. Полез на эту гору. На самом деле ситуация была экстремальной, потому что спуститься там было очень непросто, а снег только усилился. Вот Тетерев, скотина, забрался на елку и нифига не таковал. Вот. Можно сказать, что от чести от неудачи было с другой стороны. Я посмотрел на него. Немножко я снял на снегу, но, к сожалению, не такую еще. Это не так интересно, потому что не такую еще можно снять и в осенью, допустим. Или зимой даже, они там зимуют. Вот. А если бы снег чуть-чуть ослаб, то, скорее всего, он бы вышел атаковать, и это был бы вот тот кадр, который может пойти на конкурс. И вот эта вот дилемма, либо тебе снимать кадры, которые ты гарантированно получишь, либо тебе снимать те кадры, которые мало вероятно, что ты получишь, но если ты получишь, то они, да, они будут прям совсем интересными. Такая дилемма имеет место быть. Скажи мне вот все-таки, подводя еще один итог, собственно, творческий, твоего развития как фотографа, вот что, какие-то новые этапы для тебя произошли в твоем развитии именно вот за эту поездку? Не с технической точки зрения, не с точки зрения там владения кнопкой камеры, а именно с точки зрения тебя как фотографа. Ну, безусловно, потому что, когда ты снимаешь, ты в любом случае растешь как фотограф. На самом деле, очень забавно, я всегда как-то боюсь ехать в какую-то точку, потому что я думаю, а вдруг там ничего не получится снять, там и так далее. Сейчас очень долго взвешиваю, все за, все против. На самом деле, куда бы ты ни поехал, у тебя снова получится что-нибудь снять, так или иначе. А если не получится снять, то получится вырасти как фотограф. Причем я даже думаю, что чем меньше у тебя получается снять, тем больше ты растешь как фотограф. Бывает и так. Ну да, неудачи в принципе тоже развивают. Конечно. Но разумеется, и с точки зрения нажимания кнопки, я уверен, что у меня появилось больше практики, намного. И с точки зрения осмысления, то есть ты, когда снимаешь, постоянно думаешь о фотографии, постоянно развиваешься в этом направлении. И да, я абсолютно уверен, что вот эта поездка много принесла мне с точки зрения образования, именно обучения фотографии, особенно учитывая то, что я думал как раз всю поездку про то, как мне снять вот такого рода какие-то необычные кадры с необычными сюжетами. И несмотря на то, что сейчас мне кажется, что у меня не особо получилось таких вот, знаешь, изюминок набрать, может быть, я ошибаюсь, потому что тут очень сложно оценить. Раньше-то я особо не думал на эту тему, но вот даже уже то, что я всю поездку об этом думал, я уверен, что это уже большой рост и много чего удалось переосмыслить. Ну, в любом случае, вот материалы на книжку я точно набрал, я закрыл все те темы, которые я хотел, и теперь могу совершенно не смущаясь выпускать альбом, причем мне даже кажется, что есть еще куда расти, и вполне возможно, что вот по этим маленьким небольшим паркам мне удастся выпустить и даже два альбома, мы посмотрим. То есть еще какая-то серия поездок, я все-таки надеюсь туда вернуться, потому что я вижу, что еще мне есть там сделать, есть что еще сказать по этому поводу. В общем, на самом деле, я на таком позитиве, несмотря на дикую усталость. Понятно. Но спасибо тебе большое за рассказ, за такой подробный. На самом деле, я бы тоже хотел с нашими слушателями поделиться кое-какими итогами для себя, хоть у меня эта поездка была далеко не такой серьезной, как у Володи. Но итоги очень интересные, может быть, даже любопытные, смешные, абсурдные. Не знаю. Вот главный итог, наверное, последних двух месяцев фотографий для меня, это то, что я очень сильно после поездки почувствовал, что мне становится тяжело снимать зеркалкой. Не знаю, может быть, это уже старость, хотя 30 лет какая старость. Но вот, кстати сказать, и с Пашей Косенко мы этот вопрос обсуждали и примерно сошлись на том, что он испытывает очень похожие эмоции, как фотограф, очень тяжело мне стало ковыряться зеркалкой. И вот буквально отдушенный для меня стал Инстаграм. Потому что как раз в эту поездку мы приобрели по iPad 3. Там очень хорошая камера. Это, конечно, не удобство маленького айфона, которым можно снимать там везде, всегда, и там из-под коленки, из-под руки, там в любую щель, да. Но вот тем не менее для меня открылась совершенно неизведанная ранее сторона фотографии. Причем, как ни странно, как ни удивительно, для меня это оказалось фотографией с большой буквы, причем, наверное, с намного большей буквы, чем то, что было ранее, то, что я делал раньше на зеркалку. Вот. Ты видел мои Инстаграмы. Мне понравилось очень реально. Вот. И причем очень многие люди мне говорят, что да, действительно, у тебя есть какой-то рост именно в плане легкости фотографий, да, в плане какой-то живости их, и совершенно не сравнить это с тем, что ты снимал, снимаешь на зеркалку. Потому что на зеркалку все очень статично, очень тяжело, довольно вяло, технически, может быть, да, совершенно, но, тем не менее, никаких эмоций, никакой жизни там нет. А вот в Инстаграме пошел совершенно другой процесс развития, и отчасти вот эта поездка ему поспособствовала, потому что именно там я начал делать какие-то кадры, вот, что-то уже даже там вкладывал в Инстаграм, хотя очень немного, там, по-моему, кадр два я выложил, которые были сняты в Праге, и тем не менее, мне вот удалось благодаря этой поездке почувствовать, что наконец-то уже пора для себя сделать вот этот вот перелом, отойти от техники и начать мыслить совершенно по-новому. В этом смысле, вот, мне трудно тебе это объяснять, потому что у нас с тобой немножко разные, разная специфика съемки. Ну да, она у меня очень техническая, слишком много техники. Да, у тебя скорее, да, у тебя много техники и без нее никуда не денешься, и, в общем-то, результат этим приложением усилий у тебя более чем соответствует, да, вот, у меня в последнее время немножко другой, другая сторона, другой аспект, и мне он очень-очень нравится. Это то, о чем я говорил, как раз кризис, это время новых возможностей, неудачи в поездке, они скорее... умер король, да, здоровый король. И сильно, да, на рост влияет в хорошем плане. Да, то есть смерть это тоже начало, и смерть какого-то жанра лично для меня, фотографии, это начало чего-то нового, потому что именно после этой поездки я понял, что скорее всего, по крайней мере, там в ближайшие полгода или год, ну, не знаю, не буду зарекаться, что не буду брать больше зеркалку с собой в поездке, нет, конечно, брать буду, но то, что мне уже абсолютно перестали быть интересными какие-то статичные кадры, пейзажи и даже городские пейзажи, это абсолютно точно, потому что больше хочется жизни в фотографиях видеть, вот, а за этой жизнью нужно охотиться уже совершенно с другим оборудованием, с другой техникой, и совершенно по-другому снимая, самое главное, совершенно по-другому думая, и такой подход ему совершенно не способствует, большой запас техники за спиной, в рюкзаке, там, наличие штатива в руках, это все только ограничивает, поэтому очень многое поменялось и еще поменяется в моем подходе к фотографии, и это очень радостно, потому что ехал я в поездку с довольно мрачными тяжелыми мыслями в плане фотографии, потому что какая-то была фотографическая депрессия, вот, я уже заранее понимал, что намеченные планы мной будут практически нереализованными, да, так и оказалось, потому что хотелось отдохнуть, и поездка действительно стала скорее отпуском, вот, но тем не менее, вот наметился такой большой-большой путь в будущее, и пока что этот путь достаточно светлый, и что-то получается на нем сделать. Причем, не знаешь, съемка на телефон, на iPad, Instagram, они больше напоминают съемку на большой формат, чем съемка на зеркалке, почему-то, вот я сейчас так думаю, что вполне можно такой рост, возможно, такой какой-то рост фотографа, зеркалка, потом телефон, а потом большой формат. Причем, для меня выглядит сейчас не как метание от одного к другому, а как вполне полномерный рост. То есть, я вполне представляю те кадры, которые ты снимаешь сейчас на телефон, что ты их снимал бы на большой формат, с пленкой, с эстетикой, с вот этими, неважно даже, какое там качество, некачество, ну, подсознательно, когда ты смотришь на пленку, ну, другие ощущения, что это какое-то такое, что-то живое, материальное. Вот, не знаю, мне вот сейчас так, то, что ты говорил, я сейчас вспоминал твои фотографии, мне почему-то вспомнилась съемка на большой формат. Не знаю, большой формат это все-таки очень технически сложная область, и все это очень муторно и долго, а когда у тебя под руками, и главное, что постоянно с собой, в любом случае, есть iPad или iPhone, здесь такой нюанс, что ты все время подсознательно ищешь кадры, но при этом, вот мы с тобой тогда говорили, когда у нас был подкаст «10 советов начинающему фотографу», там, снимать постоянно, искать все время какие-то кадры, да, но вот в какой-то момент у меня настал такой период, что кадры-то я искал, а вот заниматься их фотографированием, собственно, уже как-то до этого не доходило, потому что то ли лень было, то ли, не знаю, очень странные ощущения были, но какой-то был ступор, то есть что-то видел, но ты видел это пассивно. Ну, ты думаешь, ну, сейчас доставать камеру, Да, вот сейчас доставать, и главное, ради чего? Непонятно. А потом куда это? Вот куда в архив? Да, то есть непонятно, вот куда ты это денешь, ради чего? А сейчас появился повод, и главное, появилась какая-то реальная совершенно результативность, потому что ты снимаешь, ты снимаешь, в общем-то, там, подпоследующее кадрирование, потому что оптику менять нельзя там на айфоне, айпаде, то есть ты снимаешь изначально всегда чуть-чуть больше с запасом, потом ты кадрируешь это, потом ты нехитрыми какими-то способами это все обрабатываешь, но самое главное, что, во-первых, тебя совершенно не тяготит этот процесс, то есть ты его делаешь между делом. Я очень часто там просто иду с работы пешком там три остановки автобуса, и я за это время успеваю снять что-то, обработать и выложить в Инстаграм. Это просто удивительный момент, и при этом некоторые кадры, ну, не знаю, может быть, я слишком самонадеянно это скажу, но там, может быть, один или два кадра можно считать там полноценными выставочным кадром интересными, которые можно было бы людям показывать совершенно не стесняясь, да, даже несмотря на то, что там техническое качество разрешения не очень большое, но это совершенно не важно. Главное, что та эмоция или композиция, или еще что-то, что в них заложено, вот, поэтому вот здесь вот у меня, несмотря на некие потери, да, которые произошли за последние два месяца фотографий для меня, произошло вот такое важное приобретение. Ну, во что оно выльется, неизвестно пока что. Надеюсь, что что-нибудь получится из этого, из всего. Это выльется в большой формат. Ну, не знаю, посмотрим. Я честно представляю себе вот эти кадры, и я бы понял их, если бы они были сняты на большой формат. Но в этом что-то есть, какая-то фишка, но не знаю, возможно, если захочешь, допустим, провести какую-то выставку и сделать какие-то авторские отпечатки, то с телефона все-таки это будет немножко циферно как-то и не так интересно. А зеркалка тебе в этом плане уже особо не нужна, потому что это скучно, и все это снимают на зеркалке, и какой смысл снимать на зеркалку, когда уже все снимают на зеркалке. Ну, в общем, не знаю, как-то я так вижу эту ситуацию, но возможно... Ну, вот так получается по факту, что фотографии сделаны на iPad, 5 пикселей камеры всего, и совершенно не идеального качества картинка, но она менее выглядит, менее цифровой, чем идеальный кадр с пятерки, потому что подход при съемке другой, то есть вот это состояние фотографа, в котором он снимает этот кадр, оно неизбежно, как слепок отпечатывается в кадре, ты видишь это, то, что это снято статично на зеркалку, на цифру все равно, или то, что это снято с какой-то живой совершенно эмоцией, и не важно, что это сделано, там, на iPhone, iPad, вот, главное то, что жизнь, она присутствует в неком абсолютном смысле. Ну да, тут согласен, кадры очень сильно отличаются. Да, вот, и я это очень хорошо почувствовал. Ну, в общем, я думаю, что мы с тобой на сегодня план перевыполнили, да, план по нашим рассказам о поездках, да и вообще о фотографии, о своем развитии выполнили, перевыполнили, наверное, не один раз. Я думаю, что на этом мы сегодняшний подкаст будем завершать, а действительно вся фототехника, даже включая и оптику, у нас пойдет, наверное, в один из следующих подкастов. Да, я думаю, даже можно в следующем подкасте, дело в том, что я не делал никаких записей по поездке, но делал много записей про 5D Mark III, которым я снимал, практически все снял, я только на 5D Mark III, у меня было огромное количество опыта на съемку всякими шириками и так далее, там просто много чего есть сказать, я уверен, что мы можем, кстати, поговорить и про Инстаграм в том числе, ну, в общем, да, я уверен, что следующий подкаст будет очень интересный. Я тоже расскажу о своем опыте использования новой оптики, потому что я с собой повез два необкатанных новых объектива в поездку, да, вот, я думаю, что это мы с тобой как раз оставим до следующего подкаста. равно как и новости, новинки среди фототехники, потому что период мы с тобой пропустили очень большой, много о чем мне рассказали нашим слушателям, я очень надеюсь, что наши подкасты хотя бы на какое-то время опять вернутся в свой привычный график, один подкаст раз в две недели, вот, потому что у тебя, насколько я помню, еще планируются поездки, ну да, поездка в Сечи с Никоном отменилась, потому что Никон не набрал таких людей, но как бы это даже хорошо, я не представляю себе, чтобы я послезавтра улетал куда-то, это для меня совершенно невероятно, поэтому можно будет записать еще один подкаст, а в Исландии, надеюсь, все-таки я доберусь, несмотря на все их безумные препоны с таможней, с границей, с посольством и так далее, но об этом мы еще как-нибудь расскажем в других подкастах, вот, а следующий подкаст, уверен, будет очень интересный, оставайтесь с нами. Да, спасибо, что слушали нас, до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok